Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет долгожданный конкурс, который я вам обещала. Разыгрываться в нашем конкурсе сегодня будет ирригатор для чистки полости рта. Спонсором нашего сегодняшнего ролика являются производители щетки Хапика. Эти производители щетки Хапика также производит ирригатор Ракимед, с которым я вас хочу немножечко ознакомить, ну и в дальнейшем, конечно же, разыграть его среди вас. Условия конкурса очень легкие и простые, справится даже ребенок. Так, давайте немножечко поподробнее, что же такое ирригатор для чистки полости рта. Ирригатор отличается от зубных щеток тем, что он чистит не щетинками, а направленные на ваши зубы струей воды. И, как уже было разработано многими специалистами, доказано, разработано, проверено, что такая чистка зубов, она намного эффективнее, чем когда вы чистите зубы обычной зубной щеткой. В первую очередь ирригатор создан для того, чтобы чистить зубы в труднодоступных местах, туда, куда, как говорится, не проникает наша обычная зубная щетка. Это необходимый агрегат для людей, которые носят брекеты, которые носят зубные коронки. Также рекомендуется для тех, у кого практически нету межзубного пространства, то есть зубы прилегают очень тесно к друг другу. С такими зубами очень сложно даже пользоваться нитью для чистки зубов. Но ирригатор с этим справляется. Ну и, конечно же, в принципе, ирригатор — это прекрасная профилактика для чистки вашей полости рта. Для профилактики от стоматита, от кариеса, от каких-то зубных камней, зубных налетов. То есть, чтобы у вас этого никогда не возникало в вашей полости рта, чтобы ваши зубки всегда были здоровы, то желательно периодически пользоваться ирригатором. Он прекрасно со всем этим борется и со всем этим справляется. Что очень близко я вам его показать не могу, так как он у меня запакован, и именно этот ирригатор я буду разыгрывать среди вас. Естественно, я его не буду сейчас распаковывать, так как хочется доставить вам его в целости, в сохранности, в нетронутом виде. К этому ирригатору прилагается инструкция, инструкция на русском языке, то, как им пользоваться, так что я думаю, вы справитесь. Заряжается ирригатор от USB-провода. USB-провод, конечно же, также прилагается. Ну и как его собрать, я думаю, в инструкции вы разберетесь. Собирается он достаточно легко и просто. Также хочется отметить, что ирригатор Рекемет работает очень-очень тихо. Сейчас я вам его включу, и вы можете послушать, насколько тихо он работает. Я считаю, что это вообще тихо, потому что многие ирригаторы жужжат так, что вы как будто трактор заводите. Но этот нет, работает очень тихо, очень мягко, звук вас не будет раздражать. Прекраснейший девайс для вашей полости рта. С удовольствием отправлю этот ирригатор победителю. Итак, а теперь условия конкурса. Что вам нужно сделать для того, чтобы его получить? Условия очень просты. Вам необходимо быть подписанным на мой канал, поставить лайк под этим видео и оставить комментарий. Среди комментариев он и будет разыгрываться. Я, скорее всего, посмотрю какую-нибудь программу, которая, знаете, крутит все-все-все комментарии под этим видео и с помощью рулетки выбирает какой-то один комментарий. Количество комментариев не ограничено. То есть, чем больше вы напишите комментариев под этим видео, тем больше у вас шансов стать победителем и обладателем этого замечательного ирригатора. Жду вашей активности в комментариях и желаю всем удачи! Так, с конкурсом, думаю, все понятно. А теперь отвечу на ваш часто задаваемый вопрос, который был по поводу предыдущего видеоролика. Почему было так, что он сутки висел на моем канале и никто не мог его открыть и посмотреть? Почему видео было заблокировано? Почему я его выложила, а вы посмотреть не можете? Сейчас я вам все-все объясню, почему так получилось. Во-первых, ну, как вы уже посмотрели этот видеоролик, так как на следующий день я его все-таки смогла выложить, я в нем как бы объяснила то, что изначально я решила нарушить авторские права. Я подумала, ничего страшного, подумаешь, не заработаю на этом видеоролике. Что такое авторские права? Когда в видеоролике играет какая-то популярная музыка, то это значит, что блогеры нарушают авторские права. И в связи с этим, как бы, блогеры наказывают и не разрешают ему монетизировать этот видеоролик. То есть блогер не имеет права зарабатывать на том видео, в котором, как бы, присутствует популярная какая-нибудь известная музыка. Все мы об этом знаем, но я лично не знаю, есть блогеры, которые прям серьезно к этому относятся, что, а, ну раз я не могу с этого ролика заработать, то я вообще его не буду выкладывать. Либо только без музыки. Я как бы так, ну, никогда к этому не относилась. На моем канале очень много видеороликов, которые я выпускала, зная, что они будут с нарушением авторских прав, и что я с этих роликов ничего зарабатывать не смогу. Но я их все равно выпускала. Ну, например, мое свадебное видео. Вы все его очень давно просили. Вы все хотели посмотреть на нашу с Сашей свадьбу. Вам всем было интересно. Конечно же, в нашей свадьбе также присутствует какая-то известная популярная музыка. И я понимала, что если я вставлю вам видеоролик нашей свадьбы, то этот видеоролик я не смогу подключить к монетизации. То есть я с него ничего не смогу зарабатывать. Но я его все равно как бы сделала для вас, просто чтобы вы посмотрели. Не ради того, чтобы заработать, а ради, как говорится, вас. Я понимала, что вам это интересно, что вам хочется это посмотреть. И я его все равно выложила в видеоролик со свадьбы. Или, допустим, мы там были у мамы в отпуске, да, элементарно. Ну, вот относительно недавно, последний наш отпуск. Было видео, которое у меня называется «Слезы льются рекой». Где я вам говорила, что все, я уезжаю, уезжать не хочется, по всем буду скучать. И я в конце видеоролика вставила фрагменты со всего нашего отпуска. Ну, по чуть-чуть, как мы чуть-чуть в сауне были, как мы чуть-чуть были на снежных горках, там, 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 в кафе отдыхали и так далее. Я вот эти вот вставила коротенькие фрагменты со всего-со всего видеоролика. И под эти фрагменты включила музыку «Городок». Вот этот «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок». Вот эту песню я просто понимала, что она идеальна, вот, ну, не знаю, для моей души, вот, понимаете, как сказать. То, что мне хотелось вам передать этим видеороликам, какое у меня настроение, что я сейчас чувствую, что у меня на душе сейчас. Вот то, что мне хотелось, вот, передать свои какие-то внутренние эмоции, они должны были передаваться именно под эту песню. То есть мне хотелось именно наложить вот на этот видеоролик эту песню. И я понимала, что если я добавлю в этот видеоролик эту песню, то я также с этого видеоролика ничего не смогу зарабатывать. То есть мне будет отказано в монетизации. Но я всё равно так сделала, всё равно вставила эту песню, я всё равно его выложила. То есть, понимаете, есть какие-то ролики на моём канале, которые я выкладывала не ради того, чтобы заработать, а ради того, чтобы вы посмотрели и вы почувствовали где-то какие-то мои эмоции, которые я переживала, да, которые я переживала на своей свадьбе, которые я переживала, допустим, в том же отпуске и так далее. То есть иногда это делается для души и для вас как-то так. Вот, и когда мы поехали на природу, мы взяли с собой колонки, ну, сами понимаете, отдыхать всегда веселее под музыку, это, ну, как-то прикольнее, чем когда просто тишина. И как бы, ну, мне изначально, ну, и Саше, там, Тарас, Юле сказали, Люба, ты в тот момент, когда будешь включать камеру, когда тебе там захочется что-то заснять или о чём-то поговорить на камеру, мы будем музыку выключать, вот. А потом, когда ты там, ну, привёшь съёмку, мы опять включим музыку. Я же сказала нет. Не надо так делать, давайте врубаем музыку, и я буду снимать так, как оно есть. Хотелось передать, опять же, эту атмосферу, эту обстановку, что как мы отдыхаем, какая у нас атмосфера, ну, что вот всё под музыку, вот так вот весело как-то, прикольно. И я понимала, что да, если в этом ролике будет идти музыка, то, конечно же, я его тоже не смогу подключить под монетизацию. Вот. Ну, я так думала, что просто я его не смогу монетизировать, не смогу с него ничего зарабатывать за ваши просмотры. Но я решила, что пусть так, ничего страшного, что я не буду зарабатывать. Ну, хотелось просто с вами поделиться своим настроением и так далее. В итоге я выложила, смонтировала, выложила это видео на YouTube. И каждый правообладатель той конкретной песни, которая играла в течение всего видеоролика, то есть, допустим, там одна песня сыграла, правообладатель предъявил права на эту песню. Потом следующая песня начала играться, правообладатель этой песни также предъявил мне права. И то есть вот сколько песен за всё видео игралось, под каждую песню нашёлся свой правоопладатель, который предъявил права. И практически под все песни, которые играли на природе, авторы этих песен сделали просто предупреждение, ну что, отказывают мне в монетизации, ну как бы ролик можно смотреть. И три или четыре песни, я уже не помню, предъявили, что нет. Ну из-за того, что там как бы в моём видеоролике играет их песня, они сделали отказ в монетизации под мой видеоролик, и плюс отказ в просмотре для моих зрителей. То есть они потребовали от Ютуба, чтобы Ютуб мой видеоролик заблокировал, так как в этом видеоролике играет их песня. И мои зрители вообще не могли смотреть этот видеоролик. То есть он был заблокирован в кучу-кучу-кучу разных стран. Там, по-моему, две или три страны, которые были оставлены, в которых можно было смотреть мой видеоролик. Португалия, ещё какие-то, я уже не помню, страны. И вот он у меня набрал, ну просмотров 16, по-моему. Но те люди, которые проживают как раз-таки вот в этих вот странах, они смогли его посмотреть. Остальные больше никто его не смог посмотреть. И я, ну как бы, с этим раньше не сталкивалась, потому что обычно я говорю, ну у меня на канале очень много всяких видеороликов, где нарушены авторские права вот этими песнями. Как бы обычно это, ну просто, что отказано в монетизации. Я с этим не сталкивалась, что могут заставить предъявить YouTube заблокировать мой видеоролик. И вот когда я с этим столкнулась, я как-то, ну, я не знала, что делать дальше. И вот, получается, сутки висело это видео, и только на следующий день я поняла, что, блин, Люб, тебе можно сделать конкретно вот эти вот три песни, которые предъявили, что именно с блокировкой видеоролика, вырезать моменты, где играет именно эта песня. И я, в общем, заново начала редактировать это видео, и там, где играли вот эти песни, которые предъявили мне именно за блокировку, я эти моменты просто вырезала. Конечно, получается, самые такие рыжачные моменты, как мы там бесились, как мы веселились, смеялись. И вот, ну, не поверите, именно их пришлось вырезать. Было очень обидно, но так как у меня очень многие просили, почему я не могу посмотреть видео с природой, делать так, чтобы я его посмотрела, мне уже и в личку начали написывать, поэтому я решила, что надо хоть что-то сделать, чтобы вы хотя бы маленький кусочек могли увидеть с того, как мы отдыхали на природе, так как вы очень-очень это требовали. Всё, я думаю, я очень подробно вам объяснила, почему так произошло. Последняя новость, которую хотела поделиться сегодня с вами, что мы попрощались с нашей Фроссией. Очень обидно, очень тяжело мне было, я к ней так привыкла за эти два месяца, вы даже не представляете, это стал мой член семьи. И что хочется сказать, она прям чувствовала. Вот в последний день, когда её днём, вот надо было забрать, ну, её забрали днём, утром в 4 или в 5 утра она ко мне пришла, и она мне так мурлыкала. И она вот с 4 утра на мне лицо нализывает, руки нализывает, и мурлычет, и мурлычет. А ну, 4 утра мне спать хочется, я её ещё, знаете, такая, ну, скидываю с кровати, что, Фрось, ну дай посплю. А она обратно запрыгивает, и давай дальше мурлыкать, и давай меня дальше нализывать. Вот она, понимаете, прям вот тоже как чувствовала. И потом в течение дня она вообще от меня не отходила. Она мне мурлычет и мурлычет, и трётся об меня, и трётся об меня. И потом, ну, вот Саша пришёл в нём, говорит, всё, это, приехали, надо отдавать кошку. И я прям, не знаю, вот прям вот реально Фроська чувствовала. Нам подарили небольшой презент за то, что мы ухаживали за Фрось. Сейчас я вам покажу. Смотрите, нам привезли вот такой вот виски шотландский. Ну, мы тут уже с Сашей немножко попробовали. Обалденные виски и вот такие вот конфеты классные. Ну, это за то, что мы как бы это... Ухаживали за Фросей. На таком вот приятненьком презенте, наверное, буду заканчивать это видео, потому что, в принципе, я это видео включила просто для того, чтобы разыграть среди вас подарок. Итак, смотрите. Вы пишите комментарии. Завтра, на следующий день, я разыграю эти комментарии. Ну, сниму видеоролик, разыграю эти комментарии. Какой комментарий из этих выиграет? Ну, методом какой-нибудь рулетки, говорю, включу. И на какой рулетка тыкнет, тот и будет победителем. Затем, в дальнейшем, я буду ждать от вас ваш адрес. Адрес можете написать либо мне в Инстаграм. В описании под этим роликом оставлю, как меня найти в Инстаграм. Либо напишите мне в Одноклассники. Либо можете зайти в описание моего канала. Там указана моя электронная почта. Ну, то есть, любой, как бы, удобный для вас способ. Электронная почта, Одноклассники, я не знаю, Инстаграм, куда хотите мне пишите. Напишите потом, ну, завтра уже, когда я объявлю победителя. Напишите мне свой адрес, и я вам вышлю этот ирригатор. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Держу за вас кулачки. И всем пока-пока.